Сегодня у нас на обзоре долгожданный Ford Mustang GT, тачка, которую мы собирали, проектировали достаточно большое количество времени и, собственно говоря, вот он. Звучок хороший? Слушай, ну все круто. Покупали этого красавца мы на страховом аукционе в США. Тачка была после кражи и, видимо, была небольшая погоня, был поврежден бампер и крыло. Все, больше никаких серьезных повреждений по автомобилю не было. Здесь чистый 2021 год, 11 месяц и пробега на автомобиле 1200 миль. То есть он был куплен практически новым. Далее мы его уже привезли сюда к нам, растаможили и занялись ремонтом. В процессе ремонта клиент изъявил желание сделать его не совсем обычным, а сделать вот таким, каким он есть сейчас на сегодняшний день. Кстати, весь процесс ремонта, как это все происходило, все этапы вы можете посмотреть в наших предыдущих видео, где было четенько прям расписано, рассказано. В наших историях, я думаю, вы тоже его достаточно часто видели. Что касается желаний клиента, то здесь были нарисованы вот такие полосы по бокам и полосы через весь капот, крышу и крышку багажника. Также мы установили бампер от Shelby и машина приобрела совершенно другой вид. Но все же больше всего этот автомобиль выделяют именно полосы, которые идут через весь кузов автомобиля. И они здесь неспроста. У них есть своя определенная история. Когда-то еще в довоенные времена, когда соревновались не гонщики, а именно страны, то каждой стране был присвоен свой цвет автомобиля. Итальянская машина должна была быть красного цвета, французская – голубого цвета, а английская должна была быть зеленого цвета. Но что касается американских автомобилей, то эти автомобили могли быть абсолютно любого цвета, но с нанесением двух толстых полос, которые шли от капота и до багажника. Получились очень красивые синие полосы. Надпись GT – это не просто две буквы. Все вы знаете, что они идут с двигателем 2 и 3 EcoBoost, а версия GT идет уже 5-литровая на 460 лошадиных сил. Ну, собственно говоря, вот и он, двигатель на 460 лошадиных сил, который заставляет ее разгоняться до сотни за 4,3 секунды. Везде в интернетах написано по-разному. Минимальный показатель 4 секунды для этого двигателя, максимальный идет 4,6. Выбрали что-то среднее, потому что было еще значение 4,3. Ну, естественно, нужно проверять по факту на треке предиальных оффловер. Но, я вам так скажу, что если мы будем сравнивать с Челликом, а их часто сравнивают, это 3 Muscle Car, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro и Ford Mustang, то 5-литровый Mustang едет на порядок быстрее, чем 5,7 Challenger. И лошадиных сил в Challenger около 370, здесь же 460. Тут 5 литров, в Челлике 5,7. Разница достаточно большая, Поэтому на этом двигателе, наверное, веселее и более управляемый будет Mustang. Но Челлик все-таки считается более брутальной тачкой и более комфортной. Это будет немножко жестче. Клиренс здесь завода идет 130 сантиметров. Но на этом бампере Shelby он будет еще немного меньше. Поэтому при эксплуатации нужно быть аккуратными, потому что какие-то большие ямки, либо бордюрки могут быть смертельными для этого бампера. Что касается всего остального, то здесь дальше остался полный сток. Например, диски 19-го радиуса 255 на 40. Тормозные диски очень приятно новенькие, без какой-либо выработки. Данный автомобиль в достаточно хорошей комплектации. Первое, с чего мы начнем знакомиться, это, естественно, же с ключа. Здесь мы видим, что на автомобиле присутствует автозапуск. Это незаменимая функция и зимой, и летом. Те, кто первый раз возьмет этот ключ в руки и попробует активировать функцию автозапуска, скорее всего, сделают это неправильно. Здесь написано, что нужно два раза нажать на эту кнопку. Но если вы два раза просто нажмете, ничего не произойдет. Для того, чтобы активировать функцию автозапуска, вам достаточно нажать закрыть, а потом... Дальше мы видим бесключевой доступ. То есть вы просто присоединяете руку при условии, что ключ где-то рядом с вами, и замки уже открыты. Для того, чтобы их закрыть, вам достаточно просто провести пальцем по этому ребристому месту. А что так можно было, что ли? И двери сразу же закроются. Ну что, ребятки, давайте сядем. Все-таки интересно, удобно, неудобно. Так, ну залазить достаточно легко. Сидится в нем замечательно. Звучок хороший. Слушай, ну все круто. Не знаю, мне в салоне, мне в салоне приятнее, чем в челике, наверное. Заводится с кнопки, и это радует. То есть у нас, в любом случае, хорошая комплектация. На всех мустангах можете увидеть, здесь на торпеде обязательно есть металлический шильдик мустанг. Здесь все подсветочки, очень классно работает. Можно выбирать цвет под себя. Заводится он с кнопочки. Ох уж этот звук. Мед для ушей. Кстати, что касается расхода, на просторах интернета написано, что он должен употреблять по городу примерно 14-15 литров. Если это так и есть, то для 5-литрового двигателя это достаточно хороший показатель. Здесь тоже достаточно огромное количество прикольных функций, датчики слепых зон, естественно, всевозможные системы контроля. Когда едешь, особенно на этом мустанге, с этими полосами, все на него обращают внимание. Все на него обращают внимание. Даже многие местные, кто подписаны на нас, приходили просто посмотреть, какой реально классный проект мы где делали. Да, но места действительно немного. По сути, машина не рассчитана под путешествие, под либо ежедневную езду, либо машина выходного дня. Несмотря на очень громкий выхлоп в 5-литровых мустангах, здесь есть функция, при которой можно сделать его quiet. Согласно которому, ваш мустанг 5-литровый версии GT будет работать не очень громко и в городском режиме у вас будет достаточно комфортная езда. Если вы хотите, чтобы он был очень громкий, можно поставить трек, либо же спорт, и он будет громкий и его будут слышать абсолютно все. Но звучит он очень и очень красиво, мелодично. Все-таки V8 двигатель звучит прекрасно. Когда вы строите какой-то проект, будьте готовы к тому, что вам придется достаточно хорошо заплатить. Естественно, стоимость этого мустанга могла бы быть на порядок ниже, если бы мы не делали бы полосы, полный перекрас, не устанавливали спойлер, бампер Shelby и так далее. В принципе, на 5-литровую версию можно вложиться примерно в 35-40 тысяч долларов. Вообще, это будет спокойно. Это будет 2021 год с маленьким пробегом. Хороший, классный автомобиль, уже растаможенный, у вас под дверью. Если вы хотите доусовершенствовать, сделать все под вас, естественно, ценник будет немного выше. Ну, все зависит, опять-таки, от ваших хотелок, смотря как сильно вы хотите его усовершенствовать. Поэтому, ребятки, не стесняйтесь, пишите нам в директ, пишите в комментарии. Можете, кстати, написать, что круче, Dodge Challenger, Shrulli Camaro, либо же Ford Mustang. Это просто легендарное противостояние. Думаю, скоро мы обязательно заснимем какой-нибудь ролик, где вы уже просто увидите все за и против каждого из этих автомобилей. Благо, у нас их хватает. Ну, а вы пишите нам в Instagram, пишите в Telegram нашим менеджерам, заказывайте автомобиль из США, из Европы и из Эмират с проверенными компаниями, такими, как компания Autodesk. Если вы являетесь фанатом американских автомобилей, да, маслкаров, если вам понравился наш проект, то вам достаточно поставить пальчик вверх, нажать на кнопочку подписаться и нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши видео.